Всем привет! И у нас болталка заключительная в этом 2020 году. Никакого сценария нет, я буду с вами общаться, рассказывать, говорить что-то, какие-то свои мысли. Я вам желаю налить сегодня чай, кофе, как всегда, но, наверное, можно включить это видео под то, как вы будете шинковать, нарезать салатики к Новому году, блюда готовить, потому что большинство из нас в этом году отмечают Новый год дома в кругу семьи и друзей, знакомых, и, собственно, сами приходится многое готовить. Итак, с чего хочется начать? Конечно, я думаю, большинство... Мне не хотелось ныть, я думаю, большинство людей, подводя итоги этого года, будут ныть. И, объективно говоря, год был очень тяжелым. Это реально один из таких годов в моей жизни, которые я запомню. Эмоциональными потрясениями, мировыми потрясениями, переживаниями какими-то. Это было особенное время. Как вы можете понять по моему голосу, под занавес этого года я еще немножко приболела, но я уже выздоровела. Ну и, в общем, я успела, короче говоря, это завершить свое выздоровление до Нового года, то есть не с температурой под курантами буду, но, в общем, я себя уже чувствую более-менее хорошо. Я ничему в этом году не удивляюсь, и когда меня небольшой рви накрыло под конец года, я так, ничего удивительного, все нормально, ребята, идем по плану, это 20-й год. Как для меня лично, для моей семьи прошел этот год. Вот я сейчас уже, когда он заканчивается, анализирую, я понимаю, что насколько он для меня был страшный. Я, когда в этом жила в течение года, я этого не могла анализировать, для этого не было времени. То есть ты, когда берешь очень много негатива, работаешь с ним, перерабатываешь, борешься, преодолеваешь, осознание же приходит гораздо позже, и я сейчас понимаю, этот год начался с конкретной жопы. Я в таких видео болтологических выражаюсь таким каким-то словцом, да, то есть за культурой речи можете не следить. Я говорю так, как мне хочется вам услышать, как я должна красиво говорить на камеру. Нет, я говорю так, как со своими друзьями, с подружками общаюсь и так далее. И вот у меня год начался, я здесь улыбка рассказываю, улыбка это, естественно, защита реакции, проявление агрессии, по сути, но реально год начался, в январе у меня ребенок заборел короной, я сейчас понимаю, знаю, что это было очень серьезное течение болезни. Она была у меня в больнице с температурой 40, то есть в тяжелейшей форме, и у меня даже было страшно об этом говорить, но так как я это пережила, иногда я могу открыто об этом говорить, смотреть своему страху в лицо, чему я всегда людей учу, был момент, когда у нее после, у нее не сбивалась температура 40, и очень долго, больше двух недель она болела с высокой температурой, и врачи тогда не знали еще, что это корона, не было этого названия, нам сказали, это какой-то вирус, который мне прямо так сказали по названию, который мы не знаем, и мы не знаем, как лечить ребенка, вот это страшно. И в один момент утром у нее была температура 40, и она у нее была 35,3 упала, и она была синяя, холодная, и у меня был страх, что мой ребенок, наверное, умер. И вот это первый страх в этом году какой у меня был, это была просто жесть. Моя сестра врач, когда я ей это рассказывала, она говорит, как это страшно, какой ужас вообще. И, скорее всего, по незнанию тогда не было еще вот этого шухера про корону. Он начался ровно тогда, когда ребенок, я болела, и муж, кстати, тоже, мы боли в легкой форме, там с температурой 37-пару дней, а потом, ну, я выздоровела месяц где-то, у меня не было голоса пропадал, мне было тяжело снимать видео, я не вела консультации, никого не брала у меня, я просто не могла ничего делать, у меня не было сил, типично, как после ковида люди себя чувствуют, сейчас этого уже в интернете, этой информации много. И вот, короче, когда мы это уже все пережили, я поняла сейчас, что вот это когда паника, если бы я знала, что такое корона и все такое, вот это началось только после, когда как раз мы это закончили, через пару там недель шумиха поднялась в мире. И я, короче, думаю, господи, да какое счастье, что я этого ничего не знала, и у меня вот этих опасений там еще больших не было. Это был какой-то страшный, ужасный вирус, который, слава богу, удалось пережить. Причем у нас в семье, наверное, самый такой, скажем так, больной в кавычках муж, потому что у него там болит, сям, постоянно он что-то на что-то жалуется, но он в самой легкой форме корону перенес вообще, у него ломило кости, ни температуры, ни насморка, ничего не было вообще. Он просто, у меня болеют кости, ноги, я не могу встать, но тяжело больно, 2-3 дня он подскочил и побежал на работу, вся его болезнь, короче, закончилась. Я потяжелее, ребенок очень тяжело. Под конец года, как вы знаете, моя мама заболела короной, к сожалению, у нее астма, и это было все очень в тяжелой форме. Она уже третий месяц на больничном, и она все еще официально болеет, и ее еще не выздоравливает. Корона уже нет, но она лечит уже последствия, это просто жесть. И я вот об этом задумываюсь, какой страшный у меня мог бы быть год, как он мог страшно закончиться, это ужас. И, к сожалению, среди моих близких друзей и знакомых, к сожалению, вот этого я никогда в жизни не могла подумать, очень много родственников и родителей умерло, людей, которых я знала. То есть это родители моих подруг, и они умерли. И некоторые очень внезапно от болезни. И от этого вот у меня сейчас мурашки по телу, что если бы не было этого вируса, этой болезни, этого бы не произошло, это просто страшно. То есть люди, это меня лично вот эта пандемия, она очень сильно коснулась, и просто жесть. У меня слов других нет. Давайте перейдем к чему-нибудь хорошему. Но честно, я реально вижу позитив даже в плохом. Может быть, это часть моего оптимистического характера, характера или еще что-то, не знаю, я просто человек такой. Я просто всегда и даже из плохого извлекаю уроки на будущее. Я поняла, что в этом году в связи с эмоциональными переживаниями такими я поднялась на какой-то уровень ментально. Я стала другим немножко человеком, повзрослела. Не постарела, а повзрослела. И мозгами, рассуждая немножко по-другому, у меня стали совершенно другие взгляды на смерть. Я ее не боюсь. Да, это страшно. Большинство людей этого боятся. Но я пришла, учитывая даже вокруг тебя, когда этого много, к пониманию и принятию этого факта, что это неизбежно. И наоборот, в своих каких-то ранее размышлениях я пришла к тому, что надо жить так, как тебе бы, если твоя жизнь сейчас оборвется, тебе было за нее, как сказать, не стыдно и не горестно. Это печальный момент. Надо жить так, чтобы тебе было сейчас хорошо, и твоим близким делать для них максимум здесь и сейчас. Надо жить здесь и сейчас. Это вообще главный основополагающий момент в психологии. Многие живут прошлым, либо будущим. Здесь и сейчас живет самое маленькое количество людей. Вообще минимальный процент. Потому что вообще здесь и сейчас жить — это, скажем так, привычка, это особенность здоровой психики. А здоровых психических людей не очень много. Вы знаете, там 20-30% среди людей. И на это надо, я это хочу для вас, до вас донести, что надо жить здесь и сейчас, наслаждаться здесь и сейчас, покупать здесь и сейчас, радовать и любить здесь и сейчас. И отпускать негатив, боль тоже здесь и сейчас. Слышите звуки? У нас появилась за этот год собака. Это тоже радует. Я также мужу сейчас утром говорила, ты прикинь, кто бы мог подумать, что у нас будет член семьи, который станет нашим ребенком. Он очень умный, он поддается дрессуре, он сам очень много чего находчивый такой, знаете, скажем так, предлагает. У нас это член семьи, который, скажем так, с нами разговаривает, представляете? Каспий, иди сюда. Хватит шуметь. У него стала новая привычка, когда я снимаю видео, он меня ревнует в камере. Он начинает хулиганить по дому, отвлекать. Вот он, вот он идет, чтобы я его взяла. Он начинает меня отвлекать, лезет, да, кидает свои всякие мячики. Вот видите, тянется, как целоваться хочет. Это целовать, ты маму любишь, да? Любишь меня? Он любит, конечно, тех. Продажная душонка, он любит тех, кто еду дает. Вот я чаще всего еду даю, потому что я с ним больше всего дома нахожусь. И я, когда, например, веду консультации, работаю именно за столом, сижу, то он лезет ко мне на колени, он лезет лицом в компьютер ко мне, представляете? Ну, блин, как бы люди обычно не против, любят животных, но мне самой неприятной, некомфортной. Вот он такой зараза, он начинает либо шуметь вокруг, доставать, чтобы я внимание ему дала, либо лезет прям вот на колени. Не говори, не лезь, ты моя мама, я тебя люблю, я тебя люблю, да? Любишь меня? Еще он ждет, когда ребенок уходит в садик и максимально проводить вместе время. То есть вот это вот ощущение ревности, любви, там, еды, кто мне покормит, там, ласки, заботы, типичный человек абсолютно, вот прям ребенок. У меня муж говорит, кто бы знал, что у нас появится еще один ребенок внезапно. Хотя вот эта собака, это приобретение мужа, это его идея, я особо не хотела, потому что я знала, что эта нагрузка ляжет на меня, всякие прогулки, какашки, вся история прочая. Но вот, вот такая вот у нас такая сладость появилась. Я вообще не люблю, когда животных, там, блогеры строят контент на животных своих, кошек, собак в камеру пихает и все, потому что не все это любят. Ну, раз он, блин, залез, уж извините, чтобы он просто нам не мешал физически, чтобы бегать, пинать шарики, мячики и попрыгунчики, чтобы звуков лишних не было. Мне приходится ему тут массаж устраивать, гладить его, чесать, чтобы отвлекать его внимание. Так вот, честно, я стала вообще в этом году другим человеком. Выросла, повзрослела, и мне это очень нравится. И я продолжаю чувствовать себя внутри на 21 год. Ощущение такое молодецкое во мне. Я застряла реально в этом возрасте. Года идут, я становлюсь старше, но я чувствую себя все так же. Мне мой возраст внутренний не меняется. И кого я об этом спрашиваю? Людей постарше, моих клиентов. И многие ощущают себя именно на тот возраст, на тот момент, когда они были максимально счастливы, довольны собой в жизни своей. То есть вот этот какой-то возраст, он в нашей голове остается, мы на нем, скажем так, зависаем, и внутри себя чувствуем именно на этот возраст. Как говорится, душой молод. Вот эти вот ощущения, это очень приятно. Я очень рада, что я вот этот свой возраст комфортный нашла, и я вот ощущаю себя на него, в нем, в этом возрасте. Не знаю, как это правильно сказать. В общем, это классно. Что еще хочу отметить, что я очень довольна, тому, как сейчас складывается моя жизнь, протекает, потому что, несмотря на все, я, по сути, работаю с негативом, да, я, скажем так, рада тому, что у меня очень хорошие результаты в работе, у меня много клиентов, которые довольны моим результатом, работая со мной, удовлетворенные люди. Я вижу, как я быстро помогаю людям, как я быстро нахожу их проблемы, помогаю их решить. Быстро это в районе определенного количества консультаций, не за раз я имею в виду, что там не годы, месяца и так далее. Я знаю, что ко мне приходят люди, которым я могу помочь, которые чувствуют меня благодаря видео, которые чувствуют, что я могу им помочь. И мне очень приятно, что, по сути, я оставляю определенный след в жизнях людей, которые ко мне обращаются, и даже через YouTube, например, не консультация, а просто видео, когда я снимаю, зачитываю их историю, и мне потом пишут какие-то там отзывы. Очень много благодарных людей. Вам за это спасибо, что и вы в мою жизнь приходите. Вы меня видите своей благодарностью, результатами своими, но это ваша заслуга. Ваши результаты, хоть и с моей помощью, но все равно это ваша прямая работа над собой, над заменением себя, своей личности, своей жизни. Вы дарите мне приятные эмоции, я получаю удовлетворение от своего занятия. Это очень классное ощущение, чувствовать себя нужно. Вот знаете, ощущение эмоционально по переживаниям был тяжелый год, моим личным душевным переживаниям с моей семьей. Но я, выходя из этого тяжелейшего года для многих, чувствую, какие плюсы, да, хочу подвести мои рассуждения сейчас. Я чувствую себя гораздо взрослее морально, на новой ступени повзрослевший другой человек, который чувствует за собой какую-то, ну скажем так, определенную значимость для своих родственников, потому что я знаю и в моих силах помочь им, улучшить их жизнь, я им помогаю и морально, и по разным аспектам. Я чувствую вот это ощущение удовлетворенности, своей значимости, важности для них. Это очень приятно. И плюс еще деятельность, которой я занимаюсь, она тоже предоставляет мне вот это ощущение удовольствия, потому что я это делаю не зря. И наш мир, окружающие меня люди социум становятся чуть-чуть лучше. Я вам всем в новом году желаю, во-первых, чтобы вы себя любили и понимали, что каждая работа нужна и важна. Если ты подметаешь улицы, потом просто кто-то не подскользнется здесь, кто-то не заляпается в грязь или там еще что-то, ты делаешь правильно, ты делаешь хорошее дело. Если ты работаешь кондуктором в автобусе или еще где-то, да, продаешь билеты. Это опасная работа, это пандемия, это контакт с людьми. Ты продаешь билеты людям, которые едут на работу, ты им помогаешь, ты оказываешь услугу сервиса, помогаешь добраться до работы и выполнить свою работу. Ты помогаешь, не знаю, маме с ребенком, которая куда-то едет, свои дела какие-то решит. Ты помогаешь человеку, который едет в больницу. То есть ты оказываешь важный вклад в нашем обществе. Твоя работа тоже очень важна. Если ты сидишь в управлении чего-то, в менеджменте, в государстве, в государственном управлении, в какой-то компании или еще, ты вообще управляешь, у тебя очень важная работа. Ты управляешь процессами, жизнями людей, влияешь на их жизнь, это очень важно. Если ты врач, доктор, это очень важно, ты спасаешь жизни людей. Я здесь хочу отметить, у меня есть клиентка, и я, скажем так, на ее примере хочу это отметить. Она медсестра в ковидном госпитале, в отделении ковидном, и она помогает людям, которым родственники их помочь не могут. Я всегда говорю, родственники этих людей готовы бы отдать любые деньги сейчас, остаться в последние минуты с этими людьми, с которыми остаешься ты. Ты выполнишь очень важную функцию, не просто доктор, а в тяжелой жизненной ситуации людей, когда их родственники хотят быть рядом, проводить их хотят, но они не могут этого сделать. У тебя очень тяжелая, физически тяжелая и очень важная миссия и работа сейчас, за что многие родственники этих людей хотят поблагодарить, но просто не знают, что ты это делаешь. Им некому обратиться, свою благодарность выразить. Поэтому каждая работа очень важна. Если ты подметаешь пол, если ты печешь хлеб, если ты еще что-то делаешь, если ты развозишь людей и так далее, мы все маленькие звенья в этой цепочке, которые составляют в нашей жизни социум, один выпадает или какая-то сфера деятельности выпадает, социум уже функционирует не так хорошо. Уже есть люди, которые чувствуют дискомфорт и недостаток в этом звене. Поэтому посмотри каждое утро. Я хочу, чтобы вы смотрели в зеркало на себя и понимали, оценивали, что я важен. Меня за это можно благодарить. Я хороший человек за это. Я делаю хорошее. Я делаю добро. Я помогаю другим людям. И вот с этого пунктика начинается любовь к себе, принятие себя, благодарность себе, любовь к себе. И с этого начинается повышение вашей самооценки. И вокруг все становится лучше, потому что я начинаю любить себя. Так что в новом году я хочу вам пожелать, чтобы вы научились даже за маленькие какие-то моменты себя благодарить, любить себя. И ваша жизнь станет лучше, поверьте. Спасибо всем, кто был со мной в этом году. Спасибо вам огромное за внимание, что смотрите, ставите лайки, подписывайтесь. Мне это очень приятно. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что в следующем году вы останетесь со мной, привлечете своих родственников или знакомых и друзей, разошлете мои видео, например, поделитесь. Мне будет очень приятно. И я всегда рада знакомствам и новой аудитории. Так что скоро увидимся в 2021-м уже году. Еще хочу, пи-эс, по скрипту, хочу сказать, что спасибо вам огромное. И хочу напомнить, что если кто-то из моих подписчиков из Новосибирска летит в Стамбул, в январе уже месяц, дайте, пожалуйста, знать, мне кое-что нужно привезти из России. Я всегда буду вам благодарна. В долгу не останусь с вами каким-либо образом, рассчитаюсь за это. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Всем пока.